Добрый день, уважаемые коллеги. Прежде всего, у меня есть возможность присоединиться и проявили интерес к моему сообщению. И кроме того, я хотел бы поблагодарить общество кардиологов российское за то, что дали возможность выступить на таком уважаемом форуме кардиоанестезиолога. Для меня это большая честь. Критические нарушения кровообращения, именно тяжелая артериальная гипотония, имеют два ведущих механизма у пациентов с инфекцией COVID-19. Наиболее часто это проявление системного воспалительного ответа, тяжелой вазоплегии на фоне септического шока. Кроме того, тяжелая артериальная гипотония может быть связана с повреждением миокарда, снижением производительности сердца, что в свою очередь вызвано кардиогенным шоком, острой декомпенсацией хронической сердечной недостаточности или чрезвычайно характерной для пациентов с пневмонией и острым респираторным достресс-синдромом на фоне инфекции COVID-19 Состоянием снижения сократительной способности правожелудочковой дисфункции. Наличие тяжелой артериальной гипотонии, критических нарушений кровообращения является показанием госпитализации пациента в отделении реанимации интенсивной терапии. Как вы знаете, об этом говорится в рекомендациях Минздрава по инфекции COVID-19 и международных документах. И в соответствии с национальными и международными рекомендациями в этом случае пациенту должно быть выполнено эхокартиографическое исследование, ЭКГ. И обеспечен минимальный набор мониторинга, включающий измерение артериального давления, сатурации, частоты сердечных сокращений. В соответствии с современными требованиями показана катетеризация периферической артерии для постоянного мониторинга артериального давления и забора проб крови на анализ газового состава. И постановка центрального катетера. Информацию, которую получает специалист интенсивной терапии с помощью вот этих средств мониторинга, в сочетании с панелью лабораторных исследований, позволяет определить основную причину критических нарушений гемодинамики. И в свете уже вот этой диагностической находки строить свою интенсивную терапию. Причем методы интенсивной терапии, конечно, будут различаться в зависимости от того, что наблюдается развернутая картина септического шока или правожелудочковая сердечная недостаточность или кардиогенный шок. Эти причины представлены на иллюстрации и они, собственно, легли в основу моего сообщения. В 2016 году в рекомендациях Европейского общества кардиологов по острой хронической сердечной недостаточности было представлено следующее определение кардиогенного шока. Оно, мне кажется, несколько упрощенным. Но, тем не менее, мы пользуемся этим определением. Кардиогенный шок – это артериальная гипотония в сочетании с нарушением перфузии периферических органов и тканей. И эти нарушения связаны с повреждением сердца, но не с гиповолимином. В 2017 году вышел еще один важный документ международный. Это консенсус ассоциации специалистов интенсивной кардиоваскулярной терапии при Европейском обществе кардиологов. Консенсус по кардиогенному шоку. В нем представлены четыре основных критерия кардиогенного шока. И это, конечно, уже более полное и глубокое определение этого состояния. Кардиогенный шок, как вы видите, подразумевает артериальную гипотонию со снижением систолического давления менее 90 мм в ступного столба продолжительностью более 30 минут. Или, что не было отмечено ранее, необходимость использования вазопрессоров или инотропов для поддержания артериального давления выше уровня 90 мм в ступного столба. Обязательное должно быть наличие гипоперфузии органов и тканей, признаками которой может быть нарушение ментального статуса, холодные липкие кожные покровы или аллегория, или содержание лактата более 2 мм на литр. Третий признак, появившийся в 2017 году, очень важный, по моему мнению, для кардиогенного шока, это увеличение давления наполнения левого желудочка, застой в малом круге кровообращения. Этот признак может быть получен или при прямом измерении давления в левом желудочке, конечно диастолического давления в левом желудочке, или аналоги этого показателя давления заклинивания легочной артерии. Аналогом этого критерия может быть рентгенологическая картина с застоем легких, но, конечно, для пациента с инфекцией COVID, пневмонией или ОРДСВ это крайне малоспецифичный признак. И, кроме того, есть ряд подходов эхокардиографических, которые, четвертый критерий, нам помогут оценив размеры левого предсердия или трансметральный кровоток. И, наконец, пятый критерий тоже крайне важный именно для определения кардиогенного шока. Причина снижения перфузии тканевой именно связана с повреждением сердца или низкая фракция, или подтвержденная низкая производительность сердца при инструментальных исследованиях. При тяжелом течении инфекции COVID-19 ряд причин могут быть виновными в развитии кардиогенного шока. Это, конечно, миокардит на фоне вирусной инфекции. Это связанное с возможным сопутствующим повреждением коронарных артерий. Повреждение миокарда первого типа, острый коронарный синдром. Крайне важно и крайне специфично для COVID-19 инфекции повреждение миокарда второго типа. Когда на фоне тяжелейшей гипоксимии, крайней и низкой доставки кислорода по коронарным артериям вследствие нарушения функций легких, развивается дисбаланс между потреблением и доставкой кислорода к миокарду. Развивается острый инфаркт миокарда. И вот жизнь показывает эти ситуации, которые мы видим при консультативной работе у наших пациентов. Инфаркты миокарда на фоне тяжелой гипоксимии, ассоциированной с пневмонией и острым респираторным дистресс-синдромом. У пациентов с предсуществующей хронической сердечной недостаточностью кардиогенный шок может быть проявлением тяжелой, острой декомпенсации этого состояния. Патогенез кардиогенного шока это падение доставки кислорода к периферическим органам и тканям. Как вы помните, доставка кислорода определяется его содержанием и производительностью сердца, минутным объемом кровообращения. Вследствие нарушения функций сердца, минутный объем кровообращения падает и не соответствует потреблению и доставке кислорода тканям. Развивается лактат ацидоз, накопление молочной кислоты, тяжелая полиорганная недостаточность, которая в конечном итоге приводит пациента к смерти. Течение кардиогенного шока у пациентов с инфекцией COVID-19 имеет свои очень яркие специфичные черты, прежде всего связанные с тем, что кардиогенный шок развивается на фоне тяжелой гипоксимии. Тяжелая гипоксимия – это визитная карточка COVID-инфекции с повреждением легких. Как вы знаете, специалисты интенсивной терапии отмечают крайне низкий уровень сатурации у этих пациентов – 80-75%. И, конечно, развитие кардиогенного шока на этом фоне приводит к катастрофическому снижению доставки кислорода и очень быстрому развитию полиорганной недостаточности. Представленная на иллюстрации формула доставки кислорода позволяет говорить еще об одной особенности физиологических процессов при инфекции COVID-19. часто отмечают достаточно удовлетворительное клиническое состояние пациентов при гипоксии и этой инфекции, отсутствие нарушения ментального статуса, возможность приема пищи, произвольного положения в кровати при крайне низких уровнях сатурации – 75-80%. что кажется необычным, но на самом деле доставка кислорода при сниженной сатурации нелегких поддерживается путем компенсации за счет усиленной работы сердечно-сосудистой системы, за счет высокого сердечного выброса. Отсюда и объяснение того, почему быстро и катастрофично ухудшается состояние этих больных внезапно. Потому что по какой-то причине срывается компенсация со стороны сердца. Возможно, это развитие острой правой желудочковой недостаточности, о которой пойдет речь ниже. И в этих условиях, в условиях отсутствия компенсации со стороны сердца, крайне быстро падает доставка кислорода и развивается тяжелая полиорганная недостаточность. Представленная формула требует обратить ваше внимание еще на одно обстоятельство. Важность поддержания нормального уровня гемоглобина у пациента с тяжелой гипоксимией, с нарушенным сердечным выбросом для поддержания приемлемого, хотя бы на низком, на нижнем уровне, уровня доставки кислорода. И обращу ваше внимание на наши национальные рекомендации 2018 года, в которых сказано о том, что больным с критическими нарушениями кровообращения и больным с острым коронарным синдромом, в настоящее время целевым уровнем гемоглобина, необходимо считать уровень 100 грамм на литр. Диагностика кардиогенного шока. По сути дела мы должны подтвердить наличие повреждения сердца со снижением его производительности, минутного объема кровообращения. Поскольку пациенты наши имеют различные антропометрические характеристики, мы минутный объем кровообращения, кардиоанестезиологию во всяком случае оцениваем с помощью относительной величины сердечного индекса, минутный объем кровообращения, отнесенный к площади поверхности тела. О кардиогенном шоке говорим, когда сердечный индекс менее 2 литров в минуту на метр квадратный. Аналогичным образом можно определить нижнюю границу ударного объема, индексированную, индекс ударного объема ниже 36 миллилитров на метр квадратный. В настоящее время у специалистов интенсивной терапии есть множество подходов для того, чтобы определить сердечный выброс и таким образом понять, насколько он снижен и соответствует ли ситуация кардиогенному шоку. Это прежде всего конечно эхокардиография и если вы используете широко распространенный метод Симпсона, вы можете рассчитать ударный объем через разницу конечно диастолического и конечно систолического объема и умножить на частоту сердечных сокращений, получить вот эти базовые характеристики. Но у специалистов функциональной диагностики есть еще более точные методы для расчета ударного объема, которые крайне высоко коррелируют с показателями, например, термодилюции транспульмональной с использованием катетеросфанганца. Это методы основаны на доплерометрии потока через выходной тракт левого или правого желудочка. В специализированных стационарах, там где имеется опыт работы с системами, сердечный выброс может быть определен с использованием препульмональной и транспульмональной термодилюции, например, с применением катетеросфанганца или метода ПИК. Ну и наконец есть еще один инвазивный способ определения сердечного выброса, доступный в большинстве современных отделений интенсивной терапии. Это расчет производительности сердца по методу ПИК. Вот такая на первый взгляд очень громоздкая и сложная формула на самом деле позволяет рассчитать минутную производительность и сердечный индекс очень быстро. А для того, чтобы использовать эту формулу, нужен катетер центральной вени, газоанализатор и сведения о содержании гемоглобина у пациента. В представленном примере можно увидеть, как это достигается. И для тех, у кого есть смартфоны, доступны различные калькуляторы, которые используют этот расчет по методу ПИК, в который просто необходимо ввести показания сатурации крови из центральной вены, артериальную сатурацию и содержание гемоглобина. Таким образом, одно из ключевых характеристик кардиогенного шока, снижение производительности сердца, сегодня не представляет труда достижения. Лабораторные показатели, свидетельствующие о снижении доставки кислорода к органам и тканям. Это, по сути дела, производное от метода ПИКа, хорошо известное вам снижение содержания кислорода в смешанной венозной крови, что отражается или в падении парциального давления кислорода к крови из подключичного катетера или катетера в юремной вене, или в падении сатурации этой крови менее 65%. Гораздо реже в практике используют такой показатель, как разница в парциальном давлении кислорода артериальной смешанной венозной крови, хотя незаслуженно редко этот показатель в своей практике применяют. Он более рано может указать на снижение потребления кислорода органами и тканями и чрезвычайно чувствительный как для кардиогенного, так и для септического шока. Более 6 мм это разница, если у пациента, то мы можем говорить о нарушениях потребления кислорода органами и тканями, вероятно связаны с нарушением доставки вследствие развития кардиогенного шока. Ну и наконец поздние признаки развития кардиогенного шока, указывающие уже на то, что страдают органы и ткани вследствие нарушения доставки кислорода, это повышение уровня лактата и появление маркеров органного повреждения, перечисленные в нижней части иллюстрации. Интенсивная терапия нарушений гемодинамики при кардиогенном шоке. Для нас, для кардиоэнстезиологов, впервые концепцию эту представил Джон Кирклин в 1974 году. Очень интересно то, что несмотря на прошедшие 40 лет, эта концепция остается актуальной и используется сегодня. Согласно этой концепции, производительность сердца зависит от трех детерминантов. Собственно, контрактивности миокарда, и чтобы повысить производительность, мы должны эту контрактивность увеличивать. Уровня постнагрузки, то есть того сопротивления, которое преодолевает сердце, и мы должны стремиться снизить эту постнагрузку, и, наконец, адекватной преднагрузке. То, насколько растянуты миофибрилы миокарда перед началом систолы, в зависимости от этого, в соответствии с законом Франка Старлинга, будет определяться сила систолы. И первым этапом, перед назначением инотропных препаратов, мы должны понять в полной мере реализованную закономерность Франка Старлинга, достаточно ли болемический статус и преднагрузка левого желудочка, что в соответствии с начальным участком кривой Франка Старлинга, позволяет получить при увеличении диастолического наполнения левого желудочка, прирост его производительности. Современные рекомендации четко говорят о том, что передное значение инотропов надо провести своеобразный тест с водной нагрузкой для пациента 200 мл кристаллоидного раствора. Если в ответ на это мы видим увеличение производительности, рост артериального давления, пациент нуждается в увеличении диффузионной терапии. Аналогом этого теста может быть широко распространен на сегодня тест с пассивным подъемом ног, когда подъем ног на 35-40% увеличивает централизацию и в случае положительного ответа мы также можем сказать, что пациент нуждается в диффузионной терапии. Вторая детерминанта – снижение постнагрузки. Если мы стремимся повысить производительность сердца пораженного, сердца, мы должны снизить сопротивление, которое будет преодолевать больной левый желудочек. Для этого использовать необходимо вазодилятаторы или пытаться использовать в терапии такие инотропы, которые сочетают инотропный эффект и вазодилятирующий эффект. Препараты еще иногда называются инотиляторами. Наиболее яркие представители инотиляторов – эффекта добутамин за счет сочетания бета-1 и бета-2 эффекта и олеовосиминдан за счет сочетания инотропного эффекта, реализуемого через сократительные белки и эффекта на АТФ-зависимые калевые каналы на сосудистую стенку вазодилятирующего. Инотропные препараты можно подразделить на две группы, влияющие на циклический аденозин монофосфат и не влияющие на циклический аденозин монофосфат. В первой группе относится наиболее часто применяемый класс – адреномиметики. Циклический аденозин монофосфат – это сигнальная молекула, которая через протеин киназу С, а, простите, открывает каналы кальциевые и повышение концентрации кальция и кардиомиоцитин усиливает силу сокращения. В свою очередь, циклический аденозин монофосфат синтезируется из аденозин-3-фосфата и сигнал на увеличение этого синтеза поступает с бета-1 рецептора, который приводится в возбуждение адреномиметики. Особенностью такого пути регуляции является повышение, кальция и, соответственно, повышение кислородного запроса миокарда. Из широкого достаточно спектра адренорецепторов при лечении кардиогенного шока нам интересны бета-1 рецепторы, поскольку именно их активация вызывает повышение контрактивности миокарда. И интересны бета-2 рецепторы, находящиеся в сосудистой стенке. Их активация вызывает вазодилатацию, то есть снижает постнагрузку на миокард. Мы должны стремиться избегать активации альфа-рецепторов, поскольку это повышение постнагрузки за счет вазоконстрикции и ухудшение доставки кислорода, уже заведомо сниженной вследствие кардиогенного шока периферическим органам и тканям. Таким образом, теоретически препаратом выбора для лечения кардиогенного шока можно назвать добутамин, поскольку этот препарат воздействует на бета-1 и бета-2 рецепторы и сочетает, как уже говорилось, инотропный и вазодилактирующий эффект. Таким образом, мы в двух направлениях работаем на повышение производительности левого или правого желудочка. Препаратом второй линии можно обозначить дофамин. Если работать с ним не превышая дозы 8 микрограмм, мы будем находиться в зоне инотропного эффекта препарата, не вызывая вазоконстрикции и также успешно повышать контрактивность миокарда. Адреналин и норадреналин можем отнести на третье место, поскольку для них характерно выраженное влияние на альфа-2 рецепторы. Дозировки препаратов при манипулировании также могут помочь достигать инотропного эффекта, если работать дофамином в дозе до 8 микрограмм, а адреналином в дозе примерно до 6,7 микрограмма на килограмм в минуту. При превышении этих доз возрастают в азопрессорном эффект. Вторая группа инотропных препаратов – это препараты, не влияющие на циклический аденозин монофосфат. И для целей интенсивной терапии из этой группы используется представитель сенситизаторов кальция, препарат Левосиминдан. Его инотропный эффект заключается в том, что модифицируется взаимодействие актина и миозина и продлевается взаимодействие этих сократительных белков. При этом не увеличивается поток кальция в кардиомиоцид, а эффекты препарата реализуются только на уровне сократительных белков. Соответственно, нет повышения потребления кислорода миокардом, что чрезвычайно важно для пациентов с ишемической болезнью, сердцескардиогенным шоком на фоне повреждений миокарда первого типа. Кроме того, очень важно то, что молекулы Левосиминдана диссоциируют в диастолу сократительных белков и таким образом не нарушают диастолического расслабления, что также является фармакодинамическим поводом и назначать препарат у пациентов с ишемической болезнью сердца. Второй фармакодинамический эффект – это активация ТФ-зависимых калиевых каналов, известных посредников реализации вазодилатации как в малом, так и в большом круге. Левосиминдан, как уже говорилось, это типичный и очень яркий представитель инодиляторов, инотроп с вазодилатирующими функциями. Рекомендации 2016 года дают право использовать для терапии кардиогенного шока с классом 2B адреномиметики, левосиминдан, ингибиторы фосфодиэстераза третьего типа. Этот класс не представлен в России, не зарегистрирован. В рекомендациях говорится, что если нарушение сократительной способности миокарда развилось на фоне передозировки бета-блокаторами, лучше использовать инотропы независимых циклического аденозинмонофосфата, например, левосиминдан. Понятно почему, потому что они удалены в биохимической цепочке от бета-рецептора и блокада бета-рецептора не снижает сократительных эффектов того же левосиминдана. С классом 3 говорится о том, что нельзя использовать инотропные препараты только по факту снижения производительности сердца без развернутой клинической картино-кардиогенного шока, гипотомии, нарушения перфузии. И наконец, с классом 2B говорится о том, что если на фоне применения инотропных препаратов не удается компенсировать шок, а это нормализация артериального давления и, что крайне важно, нормализация перфузии периферических органов и тканей, снижение лактата, восстановление темпа диуреза. Если инотропы не позволяют этого сделать, то для поддержания перфузионного давления могут быть назначены вазопрессоры. Последняя рекомендация. И в качестве вазопрессоров не стоит принимать, применять дофамин в высоких дозах. Он уступает по эффективности и безопасности норопенефриму, норадреналии. Разговор о наиболее эффективных схемах применения инотропов, в частности адреномиметиков, возникает на каждой практически конференции по кардиоанестезиологии. Есть приверженцы комбинированной терапии инотропами и вазодилататорами или монотерапией иноделяторами. Но споры эти всегда рассыпаются, натолкнувшись на то, что нет, с точки зрения доказательной медицины, веских доводов для того, чтобы выбрать ту или иную комбинацию. Как вы видите, в 2018 году группа Кахрейн Лайбрери в своем метаанализе в очередной раз это подтвердило. В настоящее время мы не можем назвать инотропу или комбинацию инотропу наиболее эффективную для лечения кардиогенного шока. Надо исходить из физиологических основ, здравого смысла и своего клинического опыта. Что делать, если инотропная терапия не способна повысить производительность поврежденного левого желудочка при кардиогенном шоке. Раньше это обозначало тупик. Наращивание доз инотропов приводило к превышению доз вазоконстрикции. Это еще более ухудшало гипоксию тканевую, отстегивало полиорганную недостаточность и приводило к смерти. В настоящее время есть устройства вспомогательного кровообращения и в всем мире и уже у нас в России они становятся все более доступными для пациентов с кардиогенным шоком. Как вы видите, еще в 2016 году рекомендации неоднократно упомянутые. Класс 2Б отдали на применение устройств вспомогательного кровообращения. Я хотел несколько подробнее остановиться на использовании КМО. Прежде всего обратить ваше внимание на то, что коль скоро речь идет о пациенте с COVID-19, скорее всего КМО у него будет использоваться для того, чтобы восстановить газообмен, протезировать газообмен, нарушенный при тяжелой пневмонии или при респираторном дострессе синдроме. Как вы знаете, системы КМО первоначально как раз таки создавались для того, чтобы лечить терминальные нарушения газообмета. Для этого систему КМО, которая включает в себя насос и оксигенатор, можно подключить по так называемому веновенозному контуру, забрать кровь из полой вены, оксигенировать ее и в эту же полую вену вернуть с высоким содержанием кислорода. Далее это оксигенированная, высокооксигенированная кровь поступит в легкие, которые у пациента практически не работают, но минует легкие также с высоким содержанием кислорода и разнесет этот кислород по органам и тканям. Веновенозный путь подключения КМО основной при лечении пациентов с COVID-19. Но мое сообщение посвящено повреждениям сердца и тяжелой сердечной недостаточности. В этом случае система КМО подключается по другому контуру. Сердце не работает и поэтому система КМО должна спротезировать функцию сердца. Этот контур веноартериальный, забираем из полой вены, насыщаем кровь кислородом в оксигенаторе и возвращаем в бедренную артерию, далее в подвздошную артерию и аорту. Таким образом, при сниженной производительности сердца пациента мы оксигенируем кровь и с высоким потоком протезируем функцию сердца. Веноартериальное подключение изображено на иллюстрации. Оно значимо реже используется у пациентов с COVID, чем веновенозное. Поскольку основная проблема пациентов с COVID это тяжелая, плохо контролируемая гипоксимия, которую протезируем веновенозным подключением. Если же имеется тяжелый миокардит и мы рассчитываем на то, что подключение ЭКМО как протеза сердца позволит пережить пациенту в период 2-3 недели и дождаться восстановления сердца после санации вирусной инфекции, мы используем веноартериальное ЭКМО. Кроме того, веноартериальное ЭКМО будет использовано, если у пациента с COVID развился острый коронарный синдром и после восстановления коронарного кровотока развился тяжелый кардиогенный шок для того, чтобы дождаться реверсии и восстановления производительности сердца. Обязательно надо понимать тот факт, что веноартериальное ЭКМО и собственная вена венозная это краткосрочная мера помощи пациенту. В запасе 2-3 недели, 14-21 день, поскольку нарастают при превышении этого трока осложнения, в первую очередь тромбоэмболические, геморрагические, что приводит к гибели пациентов. Поэтому система ЭКМО – это своеобразный мост или бридж к продолжению лечения. И тактика лечения пациента должна быть понятна еще перед тем, как мы ЭКМО имплантируем. Что это будет? Мост к выздоровлению. Мы рассчитываем на то, что миокардит разрешится и восстановится нормальная сократительная функция. А может быть это будет мозг трансплантации. Даже если пациент перенес тяжелый фатальный инфаркт миокарда, система ЭКМО позволит дождаться донорского органа. Или это будет мост к мосту, когда через три недели система ЭКМО будет заменена на долговременную систему левого обхода. Это решение должно быть уже понятно и осознанно перед постановкой системы ЭКМО. Вторая причина тяжелых нарушений гемодинамики у пациентов с инфекцией COVID-19 это острая декомпенсация хронической сердечной недостаточности. При рассматриваемой инфекции есть целый ряд причин для того, чтобы пациент с длительно существующей компенсированной хронической сердечной недостаточностью мог прийти к тяжелым нарушениям гемодинамики, к декомпенсации. Прежде всего это лихорадка и потребление и увеличение метаболических потребностей организма, которые приводят к попытке сердца работать в режиме гипердинамии. Повышение температуры тела на 1 градус сопровождается ростом частоты сердечных сокращений на 10 ударов в минуту и запросом на повышение минутного объема кровообращения. Если вы помните, ранее в начале века классификация остросердечной недостаточности включала такую категорию, как гипердинамическая перегрузка сердца с развитием остросердечной недостаточности. У пациента с длительно существующих СН инфекция COVID-19 и лихорадка могут вызвать нарушение водного баланса вследствие неконтролируемого приема жидкости, перегрузки сердца преднагрузкой и снижением производительности сердца и развитием отека легких. Наконец, собственное действие генетического вируса может снижать сократительную способность сердца, уже поврежденную вследствие СН. Это приведет к росту конечного диастолического давления в желудочке и формированию застоя в малом круге кровообращения. Перегрузка преднагрузкой, увеличение размеров сердца могут реализоваться нарушения ритма, которые будут еще более мощным триггером для декомпенсации, чем собственное снижение сократительной способности и гиперволюции. У 40% пациентов с тяжелым течением инфекции COVID-19 имеется какое-либо заболевание со стороны сердечно-сосудистой системы. С другой стороны, при наличии сопутствующих заболеваний со стороны сердца летальность в несколько раз больше, чем у пациентов без патологии сердечно-сосудистой системы. До 10% летальность в пациентах с сопутствующими заболеваниями повышается. Две основных формы декомпенсации предсуществующей хронической сердечной недостаточности. Это, как я уже говорил, может быть так называемая вперед смотрящая, вперед направленная форма декомпенсации. Кардиогенный шок. Тяжелое снижение производительности сердца. Но значимо чаще декомпенсация протекает по назад смотрящему типу развитию кардиогенного отека легких. Это основной вариант декомпенсации при инфекционном заболевании. Первопричина развития кардиогенного отека легких это повышение давления в левом предсердии. Или вследствие того, что у пациента с нарушениями при ХСН повышается конечнодиастолическое давление в левом желудочке и ретроградно увеличивается давление сначала в левом предсердии, а затем собственно в малом круге кровообращения с развитием застоя и отека. Или вследствие декомпенсации диастолической дисфункции левого желудочка, также приводящей к росту конечнодиастолического давления и соответственно увеличению давления в левом предсердии. Наконец третья причина это наблюдается у пациентов с сопутствующими повреждениями плаканного аппарата левого желудочка нейтральной недостаточностью и нейтральным стенозом, которые также могут привести к повышению давления в левом предсердии и развитию кардиогенного отека легких. У пациента с инфекцией COVID-19 пневмонией и тем более острым респираторным дистресс-синдромом пропадает специфичность ключевого признака кардиогенного отека легких гипоксимии, поскольку эта же гипоксимия у него может связана быть с основным заболеванием. И очень важно знать ключевые дифференциально-диагностические моменты, которые позволяют привязать гипоксимию боли к повреждению сердца к кардиогенному отеку легких, вызванному повышением давления в левом предсердии. Это, конечно, аномнистические данные наличия заболевания сердца в прошлом. Золотой стандарт это измерить конечно диастолическое давление в левом желудочке или получить аналог этого показателя давления заклинивания в левочной артерии, но эти подходы доступны только в высоко специализированных стационарах. Можно заменить эти инвазивные показатели эхокардиографическими суррогатами, которые будут достаточно чувствительными по отношению к повышению давления в полостях левых отделов. Размеры левого предсердия и их динамика, размеры конечно диастолические левого желудочка и динамика этого показателя, характеристики трансметрального потока, ну и наконец расчетное систолическое давление в легочной артерии. В совокупности эти показатели могут указывать на кардиогенную природу рушения газообмена. в пользу повреждения легких как первопричины ассоциированных с COVID-19 будут служить нормальные показатели конечно диастолического давления и давления заклинивания в легочной артерии, а при эхокардиографии превалирование больше признаков нарушений правых отделов закономерно возникающих при пневмонии и респираторном дестресс синдроме нежели патологические изменения кардиографические со стороны левых отделов. А признаков признаков дисфункции правого желудочка я сообщу ниже. Интенсивная терапия направлена на то, чтобы конечно снизить давление в левом предсердии таким образом разрешить причину венозного застоя в малом круге кровообращения. Но предварительно максимальные условия должны быть направлены на купирование гипоксении, поскольку гипоксения будет закономерно поддерживать сердечную недостаточность или его притягиваю гипертензию. Сегодня в период такого интенсивного лечения пациентов с COVID-19 вопросы поддержания газообмена достаточно хорошо изучены как врачами-кардиологами, так конечно и врачами интенсивной терапии. И алгоритм коррекции гипоксении тоже на слуху у коллег от малоинвазивной ингаляции кислорода к неинвазивной вентиляции легких при неэффективности интубации трахеи. Такая же последовательность должна быть выполнена и при кардиогенном отеке легких. Хочу напомнить вам о том, что именно кардиогенный отек легких был первым показанием в начале века для применения неинвазивной вентиляции легких, показанием определенным с точки зрения позиции доказательной медицины, поскольку уже в начале 21 века было убедительно продемонстрировано 50% снижение летальности и 60% снижение риска интубации трахеи при кардиогенном отеке легких, если для поддержания газообмена использовались подходы неинвазивной вентиляции. Фармакологическая терапия подразумевает использование вазодилататоров и диуретиков в качестве вазодилататоров закономерно золотым стандартом считается применение нитропрепаратов из асорбиты динитрат и нитроглицерин как в болезненных введениях дозировка из асорбиты динитрата представлена на иллюстрации так и в виде постоянной инфузии. Если кардиогенный отек легких развивается на фоне повышенного артериального давления то рекомендуется использовать литропрусит натрия как нитрат более действующий на артериальную росту нежели на венозную и конечно обязательной составляющей терапии как вы знаете являются диуретики болюсное введение и постоянное микростроение острое право желудочковая недостаточность как причина гемодинамических нарушений тяжелых у пациентов с инфекцией COVID-19 почему актуален разговор о дисфункции правого желудочка при пневмонии и остром респираторном гастрессиндроме ассоциированном с COVID-19 есть особые причины для повреждения правого желудочка прежде всего это не специфичная для этой инфекции а встречающаяся при любой тяжелой пневмонии гастрессиндроме гипоксическая вазоконстрикция в ответ на развитие тяжелой гипоксии гипоксическая вазоконстрикция приводит к повышению значимого сопротивления малого круга и перегрузки правого желудочка постнагрузкой эта перегрузка становится фактором развития дисфункции правого желудочка для COVID-19 характерен еще один механизм правого желудочного дисфункции это хорошо известная вам и доказанная сегодня гипер коагуляция при тяжелых формах COVID-19 с тромбозом малого круга кровообращения и также с повышением чрезвычайным повышением постнагрузки правого желудочка ведущего к его дисфункции есть еще один механизм я к сожалению не успел его на слайде указать это нарушение рецепторов ангетензин превращающего фермента 2 приводит повреждение их вирусами к накоплению ангетензина 2 мощного вазоконстриктора поскольку вирусы и нарушение ферментов происходит собственно в легких там содержание этого биологической активного вещества ангетензина 2 возрастает что приводит к вазоконстрикции и повышение нагрузки на правый желудочек гипоксическая вазоконстрикция физиологический механизм позволяющий снизить кровоснабжение альвеол блокированных от вентиляции тем самым снизить шунтирование крови справа налево и тяжелую гипоксию ранее был известен как рефлекс эллера лилистранда очень выраженный эффект вазоконстрикторы мы созначим повышением сопротивления малого круга кровообращения и соответственно нагрузки на правый желудочек развивается он во первых для того чтобы предотвратить кровообращение плода со спавшимися нерасправленными легкими и во вторых для того чтобы в условиях гипоксии от электозирования предотвратить перфузию невентилируемых альвеол и соответственно нарушение вентиляционно-перфузионных отношений ценой за вазоконстрикцию становится повышение давления у легочной артерии и именно гипоксическая вазоконстрикция основной механизм развития третьего типа легочной гипертензии это ассоциированный с повреждением органов дыхания и гипоксии но в нашем случае гипоксическая вазоконстрикция это важный механизм запускающий Дисфункцию правого желудочка у пациента с тяжелой формой инфекции COVID-19. Второй важный механизм, как мы уже договорились, это гиперкоагуляционный потенциал высокий с формированием тромбоза малого круга. Вашему вниманию представляю выдержку из работы КАО и Ли, которые проанализировали неблагоприятное течение COVID-19 с фатальными последствиями и пришли к выводу о следующем континууме развития событий. До определенного момента ситуация контролируемая, но у ряда больных пневмония за счет запуска гиперергического системного воспалительного ответа и тяжелых нарушений коагуляции становится необратимым и принимает форму острого респираторного гастросиндрома. И как вы видите, нарушения коагуляции, это уровень додимера, играют важную роль в этой ситуации. Теперь мы можем предположить, что гиперкоагуляция, блокада малого круга и развитие дисфункции правого желудочка становятся для этих больных тем патогенетическим моментом, который декомпенсирует доставку кислорода к органам и тканям и это приводит к полиорганной недостаточности. Авторы предположили, что терапевтическое окно для тяжелых форм инфекции COVID-19 расположено вот здесь в начале развития тяжелой пневмонии. И хорошо известно, что сегодня именно на этой стадии мы вводим антагонисты интерлекина 6-го. И именно на этой стадии сейчас уже начинают использование лечебных доз низкомолекулярных гипаринов для того, чтобы предотвратить тромбозы малого круга, предотвратить вот этот важный механизм формирования правожелудочковой дисфункции. В 2017 году Ассоциации по остросердечной недостаточности Европейского общества кардиологов был выпущен согласительный документ по диагностике лечения острой правожелудочковой недостаточности. Я вам его рекомендую к изучению. И в этом документе можно найти следующее определение острой правожелудочковой недостаточности. Из определения следует, что основными причинами являются перегрузка правого желудочка постнагрузкой, вторая причина – снижение его контрактильности или снижение наполнения. И предмет нашего разговора – это, конечно, перегрузка правого желудочка постнагрузкой в результате базоконстрикции, тромбоза сосудов малого круга. Правый желудочек отличается от левого. Он тонкостенный, поскольку выполняет несколько иную функцию. Он перемещает кровь в систему с низким уровнем давления и низким уровнем сопротивления. Для этого не нужна мощная мышечная система. Он очень хорошо справляется с объемом, но не рассчитан на работу против сопротивления. И вот диаграмма хорошо это иллюстрирующая. Если повышать давление в аорте, правая часть диаграммы, производительность левого желудочка снижается, но достаточно умеренно. Если повторить то же самое для правого желудочка, повысить давление в легочной артерии, его производительность катастрофически ухудшается. Он не рассчитан на преодоление сопротивления, на преодоление постнагрузки. А именно так происходит в случае острого респираторного гастросиндрома или тяжелой вирусной пневмонии. И патогенез дисфункции включает в себя несколько механизмов. Собственно падение производительности вследствие перегрузки постнагрузкой. Ишемия у правого желудочка вследствие того, что он перерастягивается и повышается потребление кислорода в правом желудочке. И наконец третий механизм смещения межжелудочковой перегородки в сторону левого желудочка со снижением его диастолического наполнения. На выходе кардиогенный шок, вызванный правой желудочковой недостаточностью. Диагностика повреждения правого желудочка затруднена с тем, что наши подходы инструментальные, катетер сванганца, система пика и подходы лабораторные, отслеживание уровня лактата или венозной сатурации очень чувствительны к правой желудочковой недостаточности. Но абсолютно не специфичны. Точно такие же находки будут при повреждении левого желудочка. И в подобных условиях чрезвычайно возрастает роль эхокардиографии, которая является золотым стандартом в диагностике правой желудочковой дисфункции. Но, к сожалению, вследствие сложной формы правого желудочка эхокардиографическое исследование достаточно затруднено. И, как вы знаете, мы не оперируем таким понятием, как фракция выброса правого желудочка, поскольку репрезентативность этого показателя крайне низкая. И вот на иллюстрации из рекомендаций американского общества эхокардиографистов по исследованию правого желудочка это хорошо видно. Незначительное смещение оси сканирования практически не сказывается на 2D изображения левого желудочка, но приводит к значимому изменению изображения правого желудочка. Тем не менее, есть набор эхокардиографических признаков, которые позволят заподозрить правожелудочковую дисфункцию. Это размеры правого желудочка, кинетика его свободной стенки, положение межелудочковой перегородки, степень трехстворчатой регуляции, простите, на трехстворчатом клапане динамика этого показателя и показатель систолической функции правого желудочка, амплитуда движения кольца трехстворчатого клапана в систолу ТПСЭ. После того, как мы заподозрили правую желудочку недостаточностью, убедились в ее наличии, можно приступать к методам интенсивной терапии. Они подразумевают прежде всего устранение первопричин использования вазодилататоров малого круга, расширить малый круг, снизить постнагрузку и назначение инотропных препаратов. В интенсивной терапии может использоваться шесть групп вазодилататоров, которые влияют на малый круг кровообращения. Они имеют разную степень отрицательного инотропного эффекта. разную управляемость. И важно понимать еще одно обстоятельство. Внутривенно вводимые вазодилататоры, к сожалению, снимают эффект гипоксической вазоконстрикции. Для пациента с COVID-19 это может быть критичным. И так поддерживается газообмен путем неимоверных усилий. И вазодилататоры внутривенные, указанные на иллюстрации, могут привести к срыву вот этого компенсаторного механизма, что будет сопровождаться тяжелыми, катастрофическими изменениями газообменов. Выход есть. Это ингаляционное назначение вазодилататоров малого круга. При ингаляции вазодилататор, например, оксид азота, попадет только в дышащие зоны поврежденного легкого и вызовет расширение сосуда в этих дышащих зонах, соответственно, снижение давления в легочной артерии. И что очень важно для пациента с COVID-19, он не только не вызовет расширение в атомектозированных зонах легких, поскольку туда не поведет, не попадет. Ну и за счет расширения сосудов в зонах расправленных оттянет кровь от зоны талектазов, тем самым вместе со снижением сопротивления малого круга это приведет к улучшению оксигенации. Поэтому тот же оксид азота у пациентов с инфекцией COVID-19 используется как для улучшения газообмена при тяжелом ОРДС, так и для снижения сопротивления малого круга и улучшения функционального состояния правого желудочка. И данные статьи, представленные на иллюстрации, хорошо это демонстрируют. Есть возможность в высокоспециализированных стационарах применять оксид азота сегодня, но чрезвычайно сложна логистика этого газа. Газа производится только несколькими предприятиями в России, затем развозится по удаленным стационарам. Необходимо иметь двойной запас баллонов для использования этого газа. Возможная ситуация разрешится при использовании нового поколения установок для инваляции оксида азота. Они не требуют баллонов, а синтезируют этот газ из атмосферного воздуха. Такое оборудование у нас в центре Алмазово проходит стадию клинических испытаний. Правожелудочковая недостаточность может потребовать использования инотропных препаратов. И здесь крайне важно, еще более важно, чем в разговоре о левом желудочке, использовать инодиляторы. Однозначно добутамин на первом месте. Нам важно расширить малый круг и получить дополнительный инотропный эффект. На втором месте левосиминдан и замыкают список уже инотропы без вазодилатирующего эффекта. Дофамин и адреналин. Для левосиминдана достаточно давно была показана высокая эффективность по снижению сопротивления малого круга и улучшению газообмена при остром респираторном дистресс-синдроме. Эти данные можно экстраполировать на ОРДС, ассоциированные с инфекцией COVID-19. Применение инодиляторов добутамина, левосиминдана, ингибиторов фосфодиэстраза третьего типа закономерно приводит к вазодилатирующему эффекту в большом круге и снижению артериального давления. Наличие артериальной гипотонии являются показанием при терапии правожелудочной недостаточности к назначению норопенефрина с целью нормализации системного давления. Заключительная форма нарушений гемодинамики, она же наиболее распространенная среди пациентов с тяжелым течением инфекции COVID-19, это септический шок. Падение артериального давления, как мы сегодня неоднократно подчеркивали, может быть вызвано или септическим кардиогенным шоком, а направления терапии значимо различаются. Поэтому крайне важно проводить своевременный дифференциальный диагноз между этими двумя состояниями и основные ключевые подходы представлены на иллюстрации. Септический шок – это до определенного момента это все-таки гипердинамическое состояние. Артериальная гипотония на фоне нормальной или повышенной производительности сердца и эту повышенную производительность мы можем определить при эхокардиографии, при использовании метода ФИКа или при измерении сатурации крови из-под ключичного катетера или катетера в неремной вене. Кардиогенный шок, как вы помните, это сатурация менее 65%, септический шок более 70%. Вместе с тем, септический шок, несмотря на гипердинамию, вследствие нарушений микроциркуляции и экстракции кислорода сопровождается высоким лактатом, так же как и кардиогенный шок, выше 2% и высокой разницей углекислого газа между артериальной и венозной кровью, этот показатель, как вы помните, свидетельствует и нарушение тканевого давления дыхания. Поддержать артериальное давление при септическом шоке мы должны путем назначения вазоконстрикторов, норепнифрин, в дозе до 0,5 на иллюстрации, но в реальной жизни мы видим и 1 микрограмм на килограмм в минуту и даже более. Не следует использовать в качестве вазопрессора дофамин в дозах выше 10 микрограмм на килограмм в минуту, поскольку это будет сопровождаться побочными эффектами, нарушениями ритм сердца. В случае неэффективности вазопрессора в соответствии с современными международными национальными рекомендациями могут быть назначены группы картикостероидов. И, наконец, надо помнить о том, что постепенно на фоне течения септического шока развиваются кардиодепрессивные последствия и может потребоваться назначением натропных препаратов. Благодарю вас за внимание. Я попытался осветить круг возможных нарушений гемодинамики острых у пациентов с COVID-19 и представил данные из современных литературных источников и опыт конкретной, практически полученной в стационарах, в частности, Санкт-Петербурга, по лечению этих больных. Спасибо. 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 Алло. Что-то я разгулился не на шутку. Целый час понравилось мне. Спасибо за помощь большое, Виктория Анатольевна. Вы мне здорово помогли. До свидания. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Анатольевна. Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова